всем привет сегодня поговорим о новом цветке он сделан вот из этой бумаги цвет выбрала розовый бледно розовый белый и лососевый нам понадобится 9 литровая бутылка отрезаем верхушку затем нужно будет обработать острый край для этого вполне подойдут обрезки от бумаги их нужно будет наклеить с помощью горячего клея на острый край также понадобится отрезок трубы 16 миллиметров в крышке проделываем дырку диаметром чуть меньше чем 16 миллиметров затем вставляем с натягом трубу в крышку длина трубы примерно 14 сантиметров при высоте формы 15 сантиметров примеряем крышку да она подходит сделаем середину для этого мы остатки бумаги склеим вот таким образом этого можно конечно не делать но это некая страховка для того чтобы не поехала труба покрышки для изготовления этой шишки используется только старая ненужная бумага остатки от прежних цветов ставим трубу с крышкой в нашу заготовку середины для начала используем зеленую бумагу отмеряем 12 сантиметров от рулона отрезаем полученное полотно сложим для удобства и разрежем на 4 равные части по 12 сантиметров получаем квадраты 12 на 12 сантиметров ну плюс минус 5 миллиметров дальше складываем заготовку в три раза и вырезаем скругленный листок таким образом обрабатываем все нарезанные заготовки складываем в три раза и вырезаем скругленный лепесток затем нужно немножко растянуть посередине для того чтобы форма держалась лучше используем стакан первую зеленую первый зеленый листок растянем посильнее и полностью закроем вверх нашей заготовки ну чтобы не просвечивала на всякий случай затем зелеными листками по кругу начинаем обклеивать середину заготовки так все листы наклеены теперь берем новый цвет это белый бежевый у кого что есть у меня 36 сантиметров складываем для удобства и разрезаем на 5 равных частей по 10 сантиметров получаем 5 отрезков 36 на 10 сантиметров складываем заготовку пополам и еще раз пополам и еще раз пополам вырезаем с обеих сторон до конца из этих заготовок мы вырезаем скругленные лепестки сложим по три и растянем аккуратно посередине делая лепесток лодочку из всех нарезанных заготовок делаем эти же лепестки лепестки готовы берем бумагу нежно-розового цвета 50 сантиметров сложим для удобства и разрежем на 5 равных частей по 10 сантиметров получаем 5 заготовок 50 на 10 и так складываем пополам еще раз пополам и еще раз пополам вырезаем с обеих сторон до конца вырезаем скругленный лепесток немножечко растягиваем по середине таким образом поступаем со всеми заготовками подготавливаем розовые лепестки в очень большом количестве для того чтобы немного ускорить процесс мы склеим лепестки по три вот таким образом для этого нам понадобится горячий клей делаем каплю немного смещая в одну сторону клеим второй лепесток снова наносим немного клея и третий лепесток смещаем в противоположную сторону в итоге получается вот такой тройной лепесток все нарезанные лепестки складываем по три аналогичным способом лепестки склеены и мы начинаем приклеивать их на внутреннюю сторону пластиковой заготовки клеим лепестки на клей по кругу внахлёст отступая от края примерно один полтора сантиметра последний тройной лепесток не наклеиваем перед этим мы сначала оклеим нашу середину зеленую белыми лепестками из кучки выбираем 6 6 белых лепестков и ими обклеиваем зеленую шишку внутреннюю по кругу с небольшим нахлёстом не оставляя зеленого в просвет и чуть выше клеем чем зеленые листья буквально на один полтора сантиметра наносим клей на внутреннюю часть лепестка и фиксируем лепесток на лепесток белый по принципу и таком же как мы делали с розовым и чуть со смещением еще один и так мы фиксируем розовый трех листник ну лепесток состоящий из трех и завершаем круг теперь нам нужно будет лепестками сложенные по три белого цвета пройтись с внутренней стороны сделать точно такой же круг который мы сейчас сделали розовым немножко поднявшись над краем розовых лепестков где-то примерно наверное полтора сантиметра у меня это не очень видно но белые лепестки должны подниматься полтора сантиметра поднимаясь полтора сантиметра мы проходим круг клеим по кругу внахлёст вот такая зефирка снизу изнутри и сверху получается можно оставить чтобы зеленый цвет был виден а можно полностью его закрыть итак у нас остались розовые лепестки сложенные по три к ним мы добавляем по одному белому и у нас становится четыре лепестка в одной заготовки и сейчас этими лепестками мы пройдемся внешний край нашей заготовки клеить будем прям по самому краю клеем по кругу с небольшим нахлёстом полученный цветок вернее полученный бутон можно будет впоследствии если вы будете делать композицию останавливаться именно на этом этапе обрабатывать зеленым зеленой бумагой делая чашелистик и это уже может выглядеть как самостоятельный бутон и так продолжаем от бумаги светло-розового цвета отрезаем 50 сантиметров складываем для удобства и делим на две равные части по 25 сантиметров получаем две заготовки 50 на 25 сантиметров полотно сложим пополам и на три части вырезаем с обеих сторон до конца вырезаем у заготовки скругленный край теперь со вторым складываем пополам и на три части проделываем аналогичное вырезаем до конца и затем вырезаем скругленные лепестки сложим по три и слегка растянем посередине наносим клей на лепестки и сейчас мы будем фиксировать их на наш бутон превращая его в цветок клеить будем отступив два сантиметра вниз клеем слегка натягивая лепесток клеим лепестки по кругу в нахлёст ряда завершён лепестки пока смотрится жиденько но это только начало итак открываем рулон светлой бумаги от рулона бумаги отмеряем и отрезаем 1 метр в итоге у нас получается 1 метр 1 метр и 50 сантиметров начинаем работать с метровым отрезком складываем его для удобства и разрезаем на две равные части по 25 сантиметров каждая в итоге получаем две заготовки метр на 25 сантиметров берем первую заготовку складываем пополам затем еще раз пополам и полученное полотно складываем пополам вырезаем до конца с обеих сторон из полученных заготовок вырезаем скругленный лепесток со второй половиной поступаем аналогично вырезаем скругленные лепестки здесь можно немножко пофантазировать и вырезать не просто скругленные лепестки а уже с небольшими волнами по верхнему краю лепестка следующий метр мы делим точно так же пополам на две равные части по 25 сантиметров полученную метровую заготовку складываем пополам еще раз пополам и на три части разрезаем с обеих сторон до конца ширина заготовки 8 сантиметров теперь берем следующую половину складываем пополам еще раз пополам и еще раз пополам нам нужны лепестки разного размера вырезаем с обеих сторон до конца обработаем сразу наш остаток в 50 сантиметров сложим для удобства и разрежем на две равные части по 25 сантиметров первая заготовка пополам еще раз пополам вырезаем с обеих сторон до конца вторая пополам и еще раз пополам вырезаем с обеих сторон до конца сейчас я покажу как можно вырезать край у лепестка если мы будем разнообразить края то в итоге цветок получится интереснее поэтому не обязательно поддерживается именно этой формы форма может быть какая угодно главное ее нужно делать дальше мы берем бумагу более насыщенного розового цвета отмеряем и отрезаем 50 сантиметров сложим для удобства и разделяем все так же пополам по 25 сантиметров получаем две заготовки 50 на 25 первое полотно сложим пополам еще раз пополам и еще раз пополам вырезаем с обеих сторон до конца вырезаем из заготовок скругленные лепестки второе полотно сложим пополам и на три части вырезаем с обеих сторон до конца теперь мы разрезаем полотно пополам не до конца и из каждой половины вырезаем скругленные лепестки теперь предлагаю сформировать лепестки для этого нам понадобится два лепестка нежно розовых два из них будет покрупнее и один поменьше и лепесток ярко розового цвета белые светло розовые лепестки нужно будет сложить в складку и зафиксировать степлером затем фантазируйте складывать можно в любой последовательности складываем все четыре лепестка вместе и проходим по краю степлером скоб понадобится очень много но это сильно ускорит процесс работы и сэкономит клеевые стержни в итоге это дешевле продолжаем собирать лепестки здесь нет никаких правил пожалуйста фантазия собираем в складку лепестки большие и собираем затем из них трех или четырех листники берем следующий рулон светлой розовой бумаги и разделим этот рулон сразу на один метр затем еще один метр и пятьдесят сантиметров получаем заготовку один метр один метр и ну совсем ничего 15 сантиметров метровое полотно сложим для удобства и разрежем пополам по 25 сантиметров получим заготовки метр на двадцать пять сантиметров со следующим метром поступаем аналогично сложим для удобства и разделим на две равные части по 25 сантиметров в итоге получаем 4 заготовки метр на 25 и маленький остаток смешной Совсем непорядочный я бы сказала Мы точно так же делим пополам по 25 сантиметров Начнем с этих маленьких огрызков Ну собственно тут нечего кроить Из них получится всего лишь два лепестка Берем метровое полотно Сложим его пополам Еще раз пополам И на три части Вырезаем с обеих сторон до конца Из полученных заготовок шириной 9 сантиметров Будем затем вырезать скругленные лепестки А сейчас следующий метр пополам Еще раз пополам И еще раз пополам Вырезаем с обеих сторон до конца Заготовка уже примерно 13 сантиметров Итак, следующий метр пополам Еще раз пополам И еще раз пополам Вырезаем с обеих сторон до конца Это тоже 13 сантиметровая заготовка Ну и последнее метровое полотно пополам, еще раз пополам, и еще раз пополам. Вырезаем с обеих сторон до конца. Получаем заготовку 13 сантиметровую. И сразу от бумаги более насыщенного розового цвета отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Сложим для удобства и разрезаем на две равные части по 25 сантиметров. Сложим заготовку пополам, еще раз пополам, и еще раз пополам. Вырезаем с обеих сторон до конца. Заготовка у нас шириной 6 сантиметров. Следующее полотно пополам и на три части. Вырезаем с обеих сторон до конца. Теперь у каждой из заготовок вырезаем скругленные лепестки. Эта конкретно заготовка будет у нас зайчушки. Ее мы делаем из заготовки насыщенно розового цвета, той, что чуть больше. И весь процесс повторяем заново. Но думаю все, теперь вы научились это делать. Итак, следующий размер лепестков. Они чуть меньше 6 сантиметров шириной. Сразу складываю по несколько, вырезаю скругленный лепесток и немного растягиваю посередине. Разная ширина лепестка даст нам более живой вид у цветка. Теперь займемся заготовками 13 сантиметровыми. Здесь будем стараться вырезать каждый раз разный край у лепестка. Лепестки те, что из заготовок поменьше, вырежу просто скругленными. Так предстоит обработать всю эту огромную кучу. Итак, лепестки вырезаны. Теперь приходит момент, когда нужно их сложить по три по четыре лепестка. Это очень сократит время и сэкономит клей. Возвращаем на стол все сложенные втрое лепестки. Сейчас вот на такой лепесток мы будем наносить клей и фиксировать его на нашем цветке. Лепесток фиксирую на том же уровне. Клей наношу я на то место, где проходят скобы металлические. Клею по кругу внахлёст. Подольше нужно подержать, потому что лепестки довольно тяжелые и клей должен остыть и схватиться. Так как лепестки широкие, ряд довольно быстро закончится. Еще буквально два лепестка и ряд будет завершен. Последний лепесток первого ряда наклеим. Цветок уже принимает свои очертания, но это только первый ряд. У меня осталось около восьми лепестков. Три, четыре, пять, шесть, семь. Семь лепестков. И этого вполне хватит, чтобы пройти второй ряд. Слегка отгибаем край и на отогнутый край наносим клей. Когда мы будем фиксировать лепесток, он начнет понемногу отгибаться и цветок начнет раскрываться. Клеим, опустившись вниз на один сантиметр. Все последующие лепестки мы будем клеить по кругу внахлёст. Второй ряд завершен. Продолжаем собирать лепестки. В середину стараемся класть более светлые, а снаружи более яркие. Собираем в складку большие лепестки и затем фиксируем их степлером. Продолжаем клеить следующий ряд, опускаясь вниз на один сантиметр. Клеим все также по кругу внахлёст. Сразу стараемся не переворачивать, иначе только что приклеенный листок может отойти. Лепесток наклеен. Еще один. И ряд будет завершен. Вот такой шикарный цветок получается. Зефирно-розового цвета. Нам понадобится яркая и бумага лососевого цвета. И остатки лепестков. Итак, от рулона розового цвета отмеряем сразу один метр. Отрезаем. Складываем для удобства. Находим середину и разрезаем пополам по 25 сантиметров. И сразу же от бумаги лососевого цвета отрезаем, отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полученное полотно сложим и точно так же по аналогии разделим на две равные части по 25 сантиметров. В итоге у нас два отрезка по 25 на 50 и 2 метра на 50. Сложим отрезок пополам и разрежем. Первые 50 сантиметров складываем пополам и на три части. Разрезаем до конца с обеих сторон. Вырезаем скругленные лепестки. Из второй части метра складываем пополам и еще раз пополам. И вырезаем с обеих сторон до конца. У нас получится широкий лепесток. Из метрового отрезка розового цвета мы сразу складываем его пополам. Еще раз пополам и еще раз пополам. Вырезаем с обеих сторон до конца. Из полученных заготовок вырезаем скругленный лепесток. Бумагу лососевого цвета мы сложим пополам и на три части. Вырезаем с обеих сторон до конца. Затем прорезаем посередине не до конца. Вырезаем скругленные лепестки. И с обеих сторон вырезаем скругленный удлиненный лепесток. Я называю их зайчьи ушки. Слегка растянем. Из второй половины мы сделаем аналогичные лепестки. Складываем пополам и на три части. Разрезаем до конца с обеих сторон. Затем разрезаем по середине не до конца. Вырезаем скругленные лепестки. Для того, чтобы они стали похожи на ушки, немного растянем по середине. Лепестки готовы. Теперь нужно будет соединить их с уже имеющимися свободными лепестками, предварительно присборив их и собрав степлером, в трех или четырех листнике. Светлые листья кладем наверх. Яркие листья стараемся в середину либо назад. И все это скрепляем степлером. Можно это делать и клеем. Просто степлером и быстрее и экономичнее. Вот такие в итоге получились у меня лепестки. И немного осталось еще ярких лепестков. Начинаем выкладывать следующий ряд. Теперь мы опускаемся вниз по лепесткам 1 см. Наносим на лепестки клей и фиксируем их по кругу. С небольшим нахлёстом. Цветок становится ярче. И от того, что мы стали лепестки спускать вниз, они будут длиннее. Так, от рулона розовой бумаги остался небольшой остаток. Сейчас мы сложим его для удобства. И затем разрежем на две равные части по 25 см. От бумаги лососевого цвета мы сразу отмеряем и отрезаем 1 метр. И остаток у меня 72 см. Его мы тоже сложим и разрежем пополам на две равные части по 25 см. Розовую бумагу сложим на три части и вырежем с обеих сторон до конца. А затем вырезаем скругленный лепесток. То же самое повторим со вторым отрезком. У меня он 30 см. Пополам и еще раз пополам. Вырезаем до конца с обеих сторон и скругленный лепесток. И так бумага лососевого цвета 1 метр пополам. Еще раз пополам и еще раз пополам. Вырезаем с обеих сторон до конца. То же самое повторяем со вторым метром. Отрезок 72 см. Складываем пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Вырезаем с обеих сторон до конца. Вырезаем скругленный лепесток. Все скругленные лепестки слегка растянем и затем вырежем фигурный край. Вырезать можно на свое усмотрение. Волна может быть глубокая, может быть не очень. Все лепестки подготовлены. Теперь можно их начать фиксировать на цветок. Мы наносим клей на лепесток. И лепесток, опустившись вниз примерно на 2 см, мы фиксируем к цветку. Слегка присборяем. На цветок лучше не давить, держать его на весу. Лепестки клею по кругу немного внахлёст. Стараемся бледные цвета использовать в первую очередь. Яркие оставлять на финал цветка. И продолжаем клеить по кругу. Итак, еще один лепесток и круг будет завершен. Оставшиеся яркие лепестки мы сейчас будем продолжать клеить следующим кругом. Для удобства я слегка присборю их степлером. Сборить на цветке не очень просто. Наносим клей и начинаем клеить следующий круг. Отступая вниз 1 см. Круг завершен. Цветок практически готов. Остается сделать чашелистик. Берем зеленую бумагу травянистого цвета. Складываем. Берем 7 см. И начинаем загибать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз. Сложим для удобства и разрезаем. Отрезаем 10 см. У нас получается 2 отрезка. Отрезка 10 см и 40 см. 10 см пока в сторонку. А из 40 см сразу вырезаем листья. Обрезки не выкидываем. Соберем все в пучок и немножечко покрутим. Затем распускаем каждый листок. Теперь время наклеить листья нашего чашелистика. Клеить будем по кругу. Листья будем располагать так, чтобы они закрывали всю прозрачную бутылку и заходили на листья. Клеить будем и на бутылку или и на лепестки. Клеим по кругу, внахлёст, не оставляя просветов. Основные листья чашелистика наклеены. Они должны немного выглядывать из-за лепестков основного цветка. Теперь нам понадобятся наши обрезки. Складываем их так, чтобы у них совпадали уголки. Закручиваем и распускаем. Этими обрезками мы задекорируем крышку. Обрезками побольше мы декорируем снаружи, а обрезками поменьше мы заклеиваем изнутри. На саму трубу листья не клеим. Все, крышка полностью скрылась под листьями. Теперь цветок можно надеть на трубу. Труба 26 миллиметров и наша труба 16 миллиметров спокойно туда заходит. Вот такой пышный цветок в итоге получился и довольно крепкое крепление. Ну а у меня на сегодня все. Надеюсь, что розовое облако вам понравилось. Не переставайте удивляться сами. Удивляйте и радуйте близких. Всем удачи, хорошего настроения, здоровья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова